Сергей, приветствую. Здравствуйте. Ну что, друзья, хочу вас познакомить с Сергеем. У Сергея фамилия Водоемов. Это правда, да? Ну, меня зовут Сергей Водоемов, а фамилия у меня Мечей. А, Водоемов это что значит? Ну, у меня был сайт Водоемов, и когда я должен был открыть инстаграм, я открыл Сергей Водоемов. Да, это твое прозвище можно назвать. Да, теперь все меня знают, как Сергей Водоемов. Как давно ты этим занимаешься? Первый пруд я еще студентом в 95-м году строил. В 98-м компанию открыл, в 98-го года. Получается 22-го года. Да, 20 копейками, чуть больше 600 прудов. В общем, ошибок дофига, поэтому у вас вероятность ошибок будет минимальная. Потому что мы все уже их сделали. Это важно на самом деле. Мы до этого хотели построить бассейн, потом от бассейна отказались, и каким-то магическим образом мы пришли к тому, что мы будем строить водоем. Расскажи, пожалуйста, функциональность водоема, ну, как его используют вообще, и зачем он нам нужен здесь на территории. Этот пруд будет прозрачный, чистый, что касается пруда. Будет немного нетевидных водорослей. Он будет чистый за счет того, что мы взяли хорошую гидроизоляцию. Она отсекает от минерального питания. Здесь не будет цветения, как в обычных прудах. Хотя вода будет натуральной, как в обычном пруду. То есть, если бывают бассейны с какой-то химической водоподготовкой, и кожа, в принципе, это чувствует, то здесь, если вы скупаетесь, у вас будет, как в деревне у бабушки, у вас будет отличное ощущение. Дело в том, что если бассейн, он нарушает микрофлору кожи. И поэтому не рекомендуется, например, в общественных бассейнах плавать каждый день. Это плохо для иммунитета. Здесь вы можете плавать каждый день. Всю жизнь эта вода экологически чистая, никак не влияет на микрофлору вашей кожи и на ваш иммунитет. Только благотворно. Откуда мы берем воду? Так как у вас здесь на глубине 3 метра будет очень хороший напор воды идет. Да, у нас нет проблем. И она чистая. И мы будем брать оттуда. Еще дадим анализ, посмотрим, если что-то будет, потом можно брать и скважины. Но это вода обычно чистая. Были ли как-то очищаться или как-то эта вода, она же не застаивается, правильно здесь? Да, здесь у вас будет фильтр порядка биофильтра, объем около 30 кубометров. Чистить будет он механически и биологически за счет микроорганизмов. И то, что недочистили микроорганизмы, будет чистить растения. Это стандартная водоподготовка биобассейна. То есть можно сказать, что у вас здесь будет даже биобассейн в стилистике пруда. Вот так лучше назвать. И в нем можно будет купаться? Однозначно можно будет купаться. И можно будет немножко рыбки завести, так чтобы он остался прозрачным и было видно рыбу. Но если рыбы не будет, то он будет идеально чистый. Расскажи, как технически и поэтапно будет строиться этот водоем? Сейчас мы вынули грунт. Грунт у вас такой немного водонасыщенный и подвижный. Есть насыпь грунта где-то полметра, где-то метр. Мы его оставляем, поэтому мы его наполним водой и оставим до весны, чтобы это все село. Мы выполнили у вас дренаж под прудом, чтобы сбить весеннее давление воды на пленку. Вывели колодец. Это очень хорошо. Мы сделаем мероприятие по отводу газов из-под мембраны. Далее мы уложим всю чашу камнем. И в этом году мы так все и оставим и отсыпем фильтр биологический. Нальем воду. В этом году зимой, как построите баню, можете смело плавать, купаться зимой после парилки. Весной мы приходим, разбираем берег и делаем мелководную зону, расширяем пруд. После того, как весь грунт усел. Мы выбрали у вас самого качественного производителя. Это бутилкаучуковая мембрана американской фирмы Carlyle. Это самая крутая гидрозоляция. Это вот эта, да? Да. Как лодка из такого же материала. Это каучук. Нет, это круче. Это каучук. Он делает все это близкоростный материал по крышкам твоего автомобиля. Вот ты на ламборгини обычно, например, по 200 летишь. Бывает. На сборку 500. Попадаешь в маленькую ямочку, у тебя ничего с резиной не происходит. Вот тот же принцип. Вот мы тестируем. Именно поэтому мы скинули камень. И можем посмотреть, что с этой пленкой, я уверен, ничего не случилось. Камень около 60 килограмм. Ты сказал, что будем отделывать камнем. Как это происходит? Внутри вот здесь все будет отделываться? Да, все сделаем камнем. Мы здесь ноги себе не разобьем, головы и так далее. Ну, он 2 метра глубиной. Можно смело нырять. Единственное, что, конечно, да нет, с любой стороны можешь нырять. Никто уже вот сюда не воткнется. Слишком расстояние большое. Можно со всех сторон сюда нырять. Без проблем. Когда мы обсуждали строительство водоема, у нас возникал вопрос с мошкарой. Значит, основной поставщик мошкары у вас находится за забором. Там оттуда будут они приходить. Любая связь, любая лужа. Вот везде, где есть какая-то застойная вода. Здесь у вас будет движение воды. Вода будет богата кислородом. И накопление ила будет на буквально 5 миллиметров 7. То есть для комаров не самое лучшее место. И если сюда запустить карасика, то вообще ничего не будет. Есть биопрепараты, которым убирают личинку комара безвредные. То есть это можно добавлять. Но дальше вы ничего не сделаете. Вы не почувствуете. Комаров здесь размножаться в таком количестве не будет. То есть это полноценное озеро? Ну, это биобассейн. Это биобассейн. А в чем разница бассейна и пруда с точки зрения технологий? Ну, то есть это же проще, как я понимаю. Почему мы отказались от бассейна? Потому что это сложно, дорого. И, в общем, за ним ухаживать надо. Пруд вы можете оставить. Он замерзнет зимой. Вы можете уехать отдыхать несколько лет. И просто не следить, ничего не делать. Приехали, включили все оборудование. Он опять начал работать. В строительстве не нужны никакие жесткие конструкции. Мы все сделаем на гибких мембранах. Если сделать здесь жестоконные конструкции, смету можно смело увеличивать на 2-3x. Поэтому здесь можно все это сделать без жестоконных конструкций. Это проще, дешевле и даже, может быть, и надежнее. Вот она не боится промерзания этого мембрана. Дети летом могут здесь плавать? Конечно, конечно. Детей не вытащи. В жару вот плавать в бассейне не так кайфово. В жару вот именно прыгать в пруд. У тебя построим, это пруд, только глубоководная зона. У тебя по весне будет пруд расширяться еще на 50 метров. И будет мелководная зона по всему периметру, где камешки, растения, красота. И это же зона безопасности. То есть ты не будешь заморачиваться, что ребенок у тебя бегает после воды. Если ребенок даже упадет в мелководную зону, это даже хорошо. Потому что падать нужно, пока ты маленький, пока ты не высоко падаешь. Он выйдет и пойдет переодеваться. А ни ты, ни твоя супруга не будете переживать в опасности ребенка или нет. Собаке тоже ничего страшного. Ничего страшного. Собака зайдет, она, кстати, пить у тебя не будет. Вот то, что ты воду нальешь, она придет пить отсюда. Потому что эта вода вкуснее будет. А здесь, как я понимаю, мы сделали отдельный уровень. Это будет фильтр. Чуть повыше. Он будет где-то 30 кубов. Здесь будет глубина 30 сантиметров, 40-50. Здесь вот дети могут купаться и прогреваться. То есть мы здесь еще отсыпем. Да, здесь мы все засыпем фильтрующим материалом. И будет мелководная зона. Камни, растения. И могут дети отсюда заходить, плавать, если вода здесь прогреется быстрее всего. А здесь уже глубоко будет. Да, да. Здесь вот оттуда ныряем в плане. Да, да. Слушай, я не знаю, как мы на это решились вообще. Но я считаю, что это решение. Прямо решение, которое нам спасло кучу денег и нервов. Потому что мы с этим бассейном, я уже не знаю. Я устал уже принимать решения. И там такие сметы страшные, что я подумал, наверное, надо сделать как-то по-другому. Сейчас очень многие переходят в сторону пруда, особенно на улице. Проектируют бассейн, понимают, что бассейн – это что-то не то, не для нашего региона. И меняют на пруд. Нет, все равно вода – это круто. А можно сделать какой-то, не знаю, чтобы вода как-то текла? Или, может быть, типа, грот или какой-то небольшой фонтан такой, чтобы она слышно было? Да, да, можно любой излив. Любой излив. Все, что ландшафтный дизайн запроектирует, все можно сделать. Каскад, падение какая-то. Иногда ставят скульптуры, иногда камень, из которого вытекает вода. Просто родник или скала падающая. В основном для красоты все-таки делают, да? Да, да, да. Супер, какие у нас сроки? Слушай, ну вот две недельки, и мы сделаем все. За две недели нальем воду, и все. И это все уйдет как консервация до весны. Мы с запасом оставляем гидроизоляцию, закапываем в анкерную траншею, и все это усаживается до весны. Весной приходим и завершаем. Завершаем, чтобы это и выглядело красиво. И запускаем все процессы, что касается насоса и так далее. Это такая классическая, классная. Вот у тебя, получается, раз не надо торопиться, получается самая идеальная история. Налили чашу, дали отстояться, и выполнили берег так, чтобы он уже не садился. То есть мы до весны можем его использовать, если что? Да. Если мы взять баньку и все-таки будем топить, то... Конечно, конечно. Прекрасно! Приглашайте, меня можете первого сюда бросить, как для проверки пруда. Можно так сделать, да? Это тоже включено в стоимость, да? Да. Да, я с радостью приеду прыгать. Отлично. Рад познакомиться, тогда запускаем работу. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.